Москва. Зал коллегии Министерства науки и высшего образования. В этих стенах в день 80-летия победы под Сталинградом провели расширенное заседание экспертного совета по развитию исторического образования. 2 февраля совершенно особый день в отечественной и мировой истории. Ровно 80 лет назад наша страна, наш народ одержали сокрушительную победу над немецко-фашистскими захватчиками в битве под Сталинградом. Именно под Сталинградом был достигнут коренной перелом в войне, продолжен путь к освобождению огромных территорий и последующему разгрому нацизма в Европе. По мнению председателя Российского исторического общества, тысячелетняя история России, неотъемлемой частью которой является и победа под Сталинградом, это наше общее достояние и наше общее наследие. У каждого молодого человека, живущего в нашей стране, есть неотъемлемое право знать эту историю. Руководствуясь этим подходом, Российское историческое общество и Министерство образования и науки России в прошлом году объединили свои усилия в целях системного повышения качества преподавания истории в высшей школе. Первым шагом в этом направлении стало решение о фактически двукратном увеличении объема преподавания истории России на всех направлениях подготовки с переходом к общему содержанию этого курса во всех высших учебных заведениях страны. История как наука и одновременно учебная дисциплина формируют отношения общества к своему прошлому, учат по-новому смотреть на настоящее, формируют целостное мировоззрение. Кроме того, именно в знании нашей истории кроется основа российской модели выстраивания межнациональных отношений и ее политичности. В Миноборнауке порекомендовали российским вузам подготовиться к введению обновленного курса истории для непрофильных специальностей, содержательную часть которого будет определять специально разработанная концепция преподавания предмета. Работа по усилению исторического компонента велась планомерно и давно. Много раз публично с различных трибун говорили об этой мере. Время, которое было, сейчас всем тем вузам, которые еще до этого не сделали, необходимо обратить внимание на кадровое и методическое обеспечение, предусмотреть время в расписании занятий. Новая концепция преподавания истории для непрофильных специальностей разработана группой экспертов под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова. В ней отражено современное состояние исторической науки и предусмотрен образовательный минимум, обязательный для усвоения каждым студентам. Несколько лет назад, когда мы начали работу над обновлением школьных учебников, да, и тогда, уже тогда была идея о том, что необходимо рассмотреть ситуацию и в области высшего образования. То, что мы сейчас начали делать, мне кажется, это очень полезная, важная вещь для всего нашего исторического сообщества, для всех вузов страны, в конечном итоге для всех граждан. Со своей стороны, заместитель министра науки и высшего образования Константин Вогилевский сообщил, что методические рекомендации для вузов по концепции преподавания истории для студентов неисторических специальностей будут готовы в ближайшее время. Мы с коллегами в кратчайшие сроки подготовим методические рекомендации для высших учебных заведений для наших университетов по подходам к реализации концепции. Конечно, они будут включать в себя и то, о чем сегодня говорили Валерий Николаевич, Сергей Евгеньевич и коллеги в отношении характера контактной работы и другие нюансы. Планируем, несомненно, провести серию мероприятий по повышению квалификации преподавателей вузов. Подготовленная под эгидой Российского исторического общества концепция призвана определить основные требования к освоению исторических фактов обучающимися всех российских вузов, независимо от выбранного ими направления подготовки. Внедрение концепции начнется с следующего учебного года. Прошу голосовать, кто за? Концепция предполагает обновленный курс истории, который охватывает период с появления первых людей на территории современной России вплоть до 2022 года. Кроме того, в курс будет входить отраслевая история, региональная и всемирная. В завершении встречи указом президента Константин Могилевский был награжден Орденом Дружбы за активное участие в деятельности Российского исторического общества. Служба информации Фонда История Отечества Фонда История de SNR Служба Фонда История Фонда История